Поляки закупят у США истребители F-35 на общую сумму в 4,5 миллиарда долларов. В качестве симметричного ответа потенциальному противнику Минобороны России приобрели в Москве убыточный бизнес-комплекс. За бюджетные деньги, разумеется, в 3,5 ярда данная сделка обошлась. Вот вам, негодяи натовские, бойся нас, Трамп. Чтобы не выглядеть голословным, пожалуйста, отсылка на сайт госзакупок. Теперь про сам бизнес-комплекс. Ну, вам же, наверное, интересно, что они там купили. В конце концов, вы покупку оплачивали. Итак, речь идет о двух офисных зданиях за МКАДом, которые предыдущие владельцы так никому и не смогли сдать в аренду, плюс земельный участок в 118 тысяч квадратных метров, предусмотренный, подозреваю, под парковочные места. Вопрос. А зачем оно Министерству обороны нужно? И вот это правильный вопрос. Сейчас все расскажу. Начинаем. Знакомьтесь, бизнес-комплекс К-2, который отныне болтается на балансе у Минобороны и который, ну, по большому счету, военным нужен как рыбкий зонтик. Чтобы детально разобраться, предлагаю немного углубиться в историю. Все началось в 2007 году, когда один столичный девелопер, Кирилл Писарев, владелец группы компании ПИК, затеял амбициознейший по тем временам проект, выбил у подмосковных властей землю, развернул на ней масштабную стройку, целый бизнес-парк возводил. Тогда это было что-то новое. Но вот незадача случился, кризис 2008, и тогда стало понятно, что денег данный проект не принесет. А средства вложены, а строительство уже идет полным ходом, а взятки и откаты розданы. В рекламную кампанию опять же столько уломили. Короче, задумался господин Писарев, как бы ему вернуть потраченные фантики. Изобретать велосипед, впрочем, не пришлось. Воспользовались схемой, которую придумали давным-давно, еще в 90-е, деньги большие. На дворе кризис. Где взять? Только у государства, точнее вытащить из бюджета. И вот тут закрутилась старая добрая карусель. Под видом кредита выудили нужную сумму из Сбербанка. Далее, как я понимаю, банкиры должны были просто списать эти деньги на кризис. Но ребята пожадничали, захотели поиметь еще. В итоге Сбербанка превратился в одного из акционеров будущего бизнес-парка. Получив в проекте долю, К2 начали раскручивать по новой. Причем по-серьезному. Крупные столичные СМИ и даже самого Собянина к этой афере подключили. Честно скажу, я не знаю. В темную столичную, столичного градоначальника использовали или нет. Но то, что подключили, это факт. Этот проект, это лидер для зеленого строительства. Мы получили первый международный сертификат агентства БРИАМ. На уровне отлично. Наш проект используется передающей технологии. И снова не стрельнуло. Ну место, видимо, какое-то проклятое. Не идут арендаторы и хоть ты тресни. Так, в этой схеме появились чиновники из Минобороны. Ну а че? Ведомство закрытое. Вопросы туда адресовать бесполезно. Раз покупают, значит надо. Тем более, что деньги в данном случае бюджетные. Кто их вообще считает? У нас же всю дорогу. Если народное, значит ничье. В общем, переписали тот бизнес-парк на офшор. Затем объявили хозяев банкротом. Выставили комплекс на торги. Военные зачем-то купили. Кстати, единственными участниками торгов оказались. Ну теперь-то вы поняли, что произошло. Правильно. На данном проекте нас с вами обокрали еще раз. Со временем, уверен, ведомство Шойгу просто скинет этот комплекс с баланса, как неликвидный. Возможно, накажут какого-нибудь майора за неэффективные траты. Главное, что дело сделано. Это реальная журналистика. Привет из 90-х. Тема сегодняшнего выпуска. Поехали. Вообще, конечно, меня всегда улыбает, когда чиновники наши или политики начинают лопотать. Вы что хотите, как в 90-е? А вот эта вот история, которую выше поведал, она из какого времени? Просто в 90-е все делалось более топорно и на более примитивном уровне. Сегодня размах другой. Или вот еще пример, пожалуйста. Просто в данный момент в Госдуме готовят законопроекты взимания и долгов с физических лиц. Ну, у нас же вся страна в кредитах погрязла. И собираемость задолженности крайне низкая. Так вот, господа на охотном ряду придумали, наконец, как можно ситуацию улучшить. Короче, в документе в том числе упоминаются и коллекторы, которые получат фактически неограниченные полномочия, мало чем отличающиеся от полномочий бандитов-вымогателей из эпохи 30-летней давности. Коллекторам, например, разрешат не представляться, не показывать документов, то есть, по сути, стать для должника призраком-анонимом. Идентифицировать такого товарища можно будет только по специальному номеру. А теперь представьте себе ситуацию. Пришел к вам дядя, я из агентства Колобок, мой номер 245 на телогречке печать, блин, лавуя гони, а ты даже проверить не можешь, действительно это коллектор или бандит, какой тупо купивший в интернете базу данных. Я думаю, что законодателю, вместо того, чтобы тратить свои силы, ресурсы на то, чтобы, скажем так, узаконить и упорядочить частный сектор, лучше бы они обратили более внимание на государственную машину, которая, в общем-то, и призвана, и за счет нас содержится, это служба судебных приставов. Потому что это первичный орган, и это его первичная задача заниматься этими вопросами. Зачем мы уходим в частный сектор, если у нас в государственную есть определенные моменты, требующие нашего внимания? И уж точно он неанонимный. Спасибо огромное, Сергей Калов. Слушайте, рэкетиры из 90-х о таком только мечтать могли. Никакого уголовного преследования, напротив. Гипотетических бандосов в данном случае закон защищать должен, даже если быков накрыли. Взяли на месте, когда они должника пытали паяльником, например, не наши. У нас вообще под этими номерами другие сотрудники числятся, а должник поклеп на нас наводит. Подадим-ка мы на него в суд. Моральный ущерб до кучи навесим. Я прямо планирую стоя российскому законодателю. Да что ты, черт побери, такое несешь. Кстати, это не первый раз, когда закон, если им грамотно воспользоваться, помогает в оправдании незаконных действий. Вот история с Росгвардией. Помните, полгода назад еще дым стоял коромыслом, когда выяснилось, что любой росгвардеец может творить все, что ему заблагорассудится, поскольку, а, имеет право на анонимность, и, б, ты не можешь препятствовать действиям бойца, даже если они кажутся тебе противоправными. Вот. Я сейчас влажен, и мне ничего за это не будет. Я похож на мусора, который будет церемониться вот это вот. А, то есть вот так вот? Да, именно вот так вот. Успокойся. Просто бить людей можно. У вас разрешение от президента или что? Упал, понятно? Здесь куча людей, вы мне угрозы сыпите. Просто-напросто. Успокойся. Пройдем за угол, уважаемые. Хорошо, тогда в интернет-сообществе шум подняли, то-се, до самого верха дошло. Госдума тут же озадачилась внесением поправок в закон о Росгвардии. А если бы не подняли? Официальные СМИ-то стараются косяков за властью не замечать. Им интереснее, что там на Украине творится, в Сирии, в Парижах. И что бы мы имели в итоге? 30 лет назад народ кошмарились. Люберецкие, Солнцевские, Ореховские. А сейчас бы этим Золотовские занимались, причем совершенно легально. И я балдю от происходящего. Ну и под занавес, вот то, что вы дальше увидите, хочу оставить без комментариев. Просто послушайте и сделайте выводы. Речь пойдет об еще одной преступной инициативе наших законотворцев. Я не оговорился сейчас, потому что я действительно считаю, что данная инициатива преступна. Ну и к конкретике, оптимизация здравоохранения продолжается. Внимание! Вот конкретный пример. Водители скорой помощи хотят сделать самозанятыми. А дальше к чему это приведет? Давайте смотреть. Бригада не выехала. Кто виноват? Старший врач смены. Что-то случилось, у него уголовка. А ИП-шник, водитель, ну не хочет он ехать. Может солярку жечь не хочет. Может у него заказ пожирнее, как у таксистов. Вы понимаете, что мы превращаем скорую помощь в Яндекс.Скорую. Понимаете? Только там платят. Знаете сколько? Вот у нас по Екатеринбургу 135 рублей в час этим водителям предложили. Давайте честно, что даже в Яндекс.Такси можно заработать больше. А теперь сравните уровень ответственности водителя скорой помощи. И, к сожалению, такая ситуация сегодня везде. Что дальше? 0,3 мы переводим на частные рейсы. Дальше 0,2-0,1 будет. Там Яндекс.Полиция, Яндекс.Пожарный. То есть есть деньги, будем лечить. Нет денег, не будем лечить. Понимаете? Это очень страшная тенденция. Потому что люди ждут, что здравоохранение это государственная функция. Да, можно сказать. Взял самую злободневную тему. Да, даже можно слово популизм услышим. Даже в 90-е такого не было, честное слово. А сейчас вот. Все. Это была реальная журналистика. Дальше сами все знаете. Ссылка на YouTube страничку сверху. В соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте с темы. Предлагайте. Под ними мы обсудим. А я за Сим спешу откланяться. Пока. Пока.